Политолог из Соединенных Штатов Америки, он присоединяется к нам. Андрей Андреевич, рад видеть, рад приветствовать. Здравствуйте. Добрый день, Юрий. Добрый день, взаимно. Спасибо, что вы с нами. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, мне, а вот какая новость в последнее время вас заинтересовала, как-то удивила, может, больше всего? На что вы обратили внимание? Ну, она меня не очень удивила, я к ней как бы был больше готов, потому что я здесь нахожусь в центре американской политической жизни, внимательно наблюдаю за тем, конечно, историческая речь президента Байдена. Ну, вы знаете, у меня такое странное чувство было, и вы сейчас сможете поверить даже, мне все время хотелось себя ущипнуть, не я ли бы успешал этого речи, потому что, ну, Байден излагал те самые концепции, которые я здесь проповедую, два года, которые мы с вами все время обсуждали. Он очень четко сказал, что все, что здесь происходит в мире, это мировая война, это борьба сил цивилизации, свободного мира, с абсолютным злом, и есть два фронта этой борьбы. И вот он задал тон уже в первой фразе своего выступления такой связкой «Путин и Хамас», «Путин энд Хамас». И вот есть Иран, ородием которой является Хамас, избавая другие экстремистские, Иран, который хочет уничтожить свободное государство Израиль, и есть Россия, Путин, который хочет уничтожить свободное государство Украину. И Соединенные Штаты обязаны выполнить свой долг как наиболее сильное государство свободного мира, как моральный лидер свободного мира, и защитить обе эти страны. И он сформулировал задачи этой войны, совершенно бескомпромиссные. Что касается Украины, он говорил, что необходимо вышвырнуть, нужно дать столько оружия и помощи Украине, чтобы она смогла вышвырнуть оккупантов в свои территории. Ну, вообще, знаете, вот немножко удивился тоже, да, все-таки. Вам не кажется, что вот это выступление, но оно поводом для него была ситуация на Ближнем Востоке, чудовищная акция террористов Хамаса в Израиле, и акция на нее цивилизованного мира, но он больше, чуть ли не больше внимания уделил Украине в этом выступлении. Ну, начиная вот с этого связки Путина и Хамас, потом вот самая ценная для украинской, собственно, дипломатия, она, я думаю, добьется формализации этого тезиса, вот его фраза «Алло, алло, critical partners Israel and Ukraine». Ну, в данном случае «critical partners» переводится наиболее точно на русский. Наши самые главные союзники – Израиль и Украина. Напомню вам, что Израиль имеет статус «Main non-net ally of United States of America». Главный союзник в Соединенных Штатах – не член НАТО. Этот статус имеет несколько других замечательных стран, но первым был Израиль. Что это означает? Это означает полнейшая координация оборонной политики, обязанности, юридические обязанности Соединенных Штатов поставлять необходимое вооружение для обороны государства. То есть все, что является, как бы, как бы подразумевается членством НАТО, за исключением обязанности Соединенных Штатов посылать свои войска сражаться в Израиле. И израильские войска делают это самостоятельно. И тот же статус, фактически вот эта формула, формула Байнина, означает предоставление этого статуса Украине. И эта формула была подтверждена действиями, запросом в Конгресс громадного финансирования на защиту демократии против абсолютного зла. Ну, вы знаете эту цифру, 100 миллиардов, из них 60 миллиардов в Украине, 16 в Израиле, там Тайвань, что там на защиту, собственно, границы южной. Ну и снятие, как раз параллельно с этим шло, снятие последних табу, которые американцы сами на себя наложили в связи с поставками вооружения. Были предоставлены, предоставлены ракеты, это долгожданные, и идет подготовка интенсивная украинских летчиков, которые появятся в украинском небе на истребителе F-16. Ну, для меня это было ясно уже 13 сентября после, не побоюсь я тоже назвать, исторической речи Блинкина, я назвал ее фултунской, фултунская речь Блинкина, мы с вами обсуждали в университете Джон Хомканса, как Черчилль предупредил Запад об угрозе Советского Союза, и, собственно, это предупреждение, оно привело и к созданию НАТО, и, в конце концов, и к победе Запада в том, что называют Третьей мировой войне холодной. Так и эта речь Блинкина, вот она содержала все эти принципы, которые, я уверен, что Блинкин сыграл большую роль подготовки и речи Байдена в Генеральной Ассамблее, давайте вспомним о нем, 19 сентября, где он исключительно резко сказал, обращаясь там к представителям двух социальных членов ООН, что вот все говорят о мире в Украине, но вы знаете, что требует за мир Путин? Он требует капитуляцию Украины, он требует отдать ему территорию Украины, отдать ему детей Украины, и если мы ради мира пойдем на умиротворение агрессора и на расчленение Украины, то никто из вас, ни одна из ваших стран никогда уже не будет в полной безопасности. Вот эта речь, она и последняя историческая речь Байдена по существу, по характеру вот этой Третьей мировой войны, она ознаменовала полную победу внутри байденовской администрации, вот той проукраинской группы Блинкен-Ойсена, мы наблюдали эту борьбу в течение полутора лет войны, была другая концепция, концепция Бернса Селливана, она формулировалась, она такая лукавая лицемерная, не поражение Украины, а на самом деле в целях было не поражение России, об этом откровенно говорил посланец Селливана, Том Грэм на секретных приговорах с Москвой, и собственно разоблачение этих приговоров привело их к дискредитации и поражению этой группы. Теперь позиция Запада, позиция администрации Байдена в отношении Украины, она твердо определилась, это громадная победа украинской дипломатии, громадная победа украинских вооруженных сил. Ну вот я повторю свою формулу, вот своим героическим сопротивлением российской агрессии, по существу Украина втащила за шиворот Америку обратно в мировую политику, вернула ее к роли морального лидера свободного мира. И в том числе, я считаю, вот в той беспрецедентной, беспкомпромиссной поддержке Израиля сегодня, в том числе это и заслуга Украины. Андрей Андреевич, вот вы заметили, что Джозеф Байден фактически, ну он как бы уравнял и Путина, и Хамас, и кремлевский режим, и террористов. Скажите, пожалуйста, а насколько близка администрация Байдена, насколько в принципе политикум в шаг близок к тому, чтобы признать Россию страну спонсором терроризма? Это возможно сейчас или нет? Ну, вы же знаете, что такой проект находится, да более того, ведь эта резолюция была принята Конгрессом еще год назад, как рекомендация Государственного департамента. По американским законам вот этот акт признания какого-то государства ризма проводит Госдепартамент. Собственно, сейчас, собственно, все в руках Байдена и Блинкина. Я думаю, это будет сделано, это вытекает из логики сегодняшнего поведения американской администрации. Это очень полезно и важно, но нам важно поставки оружия, скорость поставки оружия. Сейчас, когда нет никаких политических препятствий, я думаю, Украина получит оружие, необходимое для ее победы. И вот очень символично, что вот первая такая презентация исключительно успешная дальнобойных ракет от ЭТРС произошла как раз вот в эти дни. Чуть не в тень, по-моему, выступления даже Байдена. Как вы думаете, кстати, вот этот эпизод, этот весьма успешный испытание, я не знаю, тест по-разному, да удар, в общем-то, по аэродромам России во временно оккупированных территориях под Луганском и Бердянском, оно каким-то образом влияет на дальнейшее решение относительно предоставления вот такого вида оружения нашей стране? Ну, то есть, еще больше атакам с ребятами, вы хорошо справляетесь, пожалуйста, может, даже радиус увеличим вам, не знаю. Ну, естественно, естественно, Украина показала, что она исключительно успешно использует предоставляемое ей оружие. Все эти сейчас разговоры о том, что давайте не будем там провоцировать Путина, ведь какие аргументы были у этой группы Селивана и Бернса? Ну, они были разные, но первое, давайте не будем провоцировать Путина, а то он там что-то страшное сделает, ядерную войну, никто это уже не понимает всерьез, все ясно, что это был шантаж, шантаж с целью вызвать, вырвать из Запада какие-то уступки на уровне кондиционального ведения войны. Более серьезные для них аргументы, это же люди, это не какие-нибудь, есть там крайние леваки в той же демократической партии, ну, мы знаем эту позицию Нью-Йорк Таймс, например, для которых вообще Америка это большое зло, и поэтому любое внешнее экспансия Соединенных Штатов, участие в конфликтах, это традиции империалистические и так далее. Нет. Селиван и Бернс это представители так называемого реал-политик. Вот у них в голове другая парадигма полезных буржуазных нам нужна, она была четко и цинично высказана Томом Грэмом во время переговоров, он говорит, я вот сидел напротив ближайших советников и чиновников, и я им сказал, нам нужна сильная Россия, которая проецирует стабильность вокруг своей периферии. Вот эта старая идея о том, что Россия нам понадобится как-то некий противовес Китая и так далее, это сейчас, когда, ну, сейчас об этом просто смешно. Но последний визит, последний визит Путина в Пекин показал, что, ну, это Путин и российская элита уже смирилась абсолютно с ролью такого очень младшенького партнера Хуя, потому что Пекин уже упивается даже. Вот посмотрите, как он с восторгом рассказывал на своей профилактике, как товарищ, сам товарищ Си три часа с ним лично обедал, угощал бы. Он даже, понимаете, вот это хауйство перед Китаем уже вошло на подсознательный уровень, они этого уже не замечают. Но и более того, а чем? Вот это тоже очень важный эпизод, на него мало обратили внимание. Я говорю вот об его пресс-конференции после встречи с Си. Мне это напомнило его пресс-конференцию 5 февраля 21-го года, после встречи с Макроном, где он был в невероятно эйфорическом состоянии, он только что вернулся с Пекина, где получил от Си как бы отмашку на масштабную войну с Украиной. И он там, пада с Украины, помните, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Но самое главное, он выбыл там в эйфории, выбыл свой стратегический план войны. Он сказал, да, мы понимаем, что на конвенциональном уровне мы уступаем Западу, но у нас там какое-то ядерное оружие, вундерваффе, непоколебимая политическая воля и так далее. Выбыл этот план выиграть войну Запада путем шантажа. Вот в таком же состоянии он был и сейчас. И он выбрался с новой идеей. Гордо так отставив заднюю ножку, он произнес, я только что отдал приказ нашим истребителям Су-35 баражировать над Черным морем, полностью контролировать Средиземное море нашими крылатами. То есть он пришел открытым к тексту и сказал, я буду своими кинжалами, которые, между прочим, с которыми уже достаточно справляются украинские ПВО, я буду своим кинжалами уничтожать американские авианосцы. Ну, совершенно ясно, что на эту идиотскую мысль его подтолкнул товарищ Си. Товарищ Си, он, ему, в общем, все военные эксперты считают, что если дойдет до серьезной войны Китая и Соединенных Штатов, прежде всего это будет война в Тихом Океане между авианосцами и китайскими крылатыми ракетами, то товарищу Си нужна была такая маленькая экспериментальный тест. Вот пусть Путин какой-то там ракеты пошлет на авианосец, посмотрим, что из этого получится. Ну, из этого получится полное уничтожение вообще российской армии за несколько часов. И вы знаете, что это очень интересный эпизод. Вот это его чудовищная бравада, она вошла в прямой эфир и во встрече с корреспондентами, но она не цитировалась постоянно на российских СМИ, а более того, ну мы все знаем, есть среди российских пропагандонов такой диссидент как бы от Министерства обороны Ходоренок, который иногда, иногда вот высказывая точку зрения таких разумных военных, высмеивает откровенные глупости Путина. Но он не решился Путина назвать по имени, но он выступил с очень интересным текстом. Он достаточно серьезно оценил речь Байдена, и прежде чтобы вот мы с вами все больше о политике, мы же не успели сказать самое главное, Байден распорядился послать две авианосные группы к берегам Израиля. Он оценил это как очень серьезный шаг военный. И кроме, а дальше продолжим, вот на Ближнем Востоке отдельные горячие головы там Ирана начали рассуждать о возможности поражения этих вероносцев кроватыми ракетами. Ну прямая, прямая ссылка к Путина. И дальше как военный эксперт показал глупость этого подхода, невозможность решения этой задачи и какое последствия это будет иметь для авторов подобных. То есть даже российский, собственно, генеральный штаб фактически получил Ходоренку, ну как бы остановить вот это безумие. Но оно было услышано, в Вашингтоне оно было услышано. То есть теперь, понимаете, вот почему так безоговорочно победа Блинкина и Остина внутри организации, внутри американской организации. Потому что вот эта формула, формула Соливана Бертса, нам нужна сильная Россия, проецирующая стабильность вдоль своей профиле. Сейчас по существу звучало бы так. Нам нужна сильная Россия, поражающая своими крылатыми ракетами наши вероносцы. То есть их позиция, вот эта сильная Россия, она доведена, надо отдать должное Путина, до полного абсурда. То есть этот поворот в политике Соединенных Штатов, он необратим. Андрей Андреевич, а Китай ведь тоже отсылает свою авианосную группу. Что это значит? Ну, Китай, это демонстрация флага, конечно. Пока Китай не способен никаким активным военным действиям. Китай, конечно, он стоит за этой спиной. Если говорить об этом интернационале зла, Иран, Иран и Россия, Китай, конечно, третий участник, самый могущественный. Но Китай, он четко показался, у него есть своя цель. То есть эту формулу Барина можно продолжить. Если Иран хочет покорить Израиль, уничтожить, не покорить, а именно уничтожить. Также Россия хочет уничтожить Украину, а Китай хочет уничтожить Тайвань. Но Китай, понимая, с каким противником он должен столкнуться напрямую, он хочет прощупать почву с этим противником своими хуаями. Он, по-честному, натравливает на Соединенные Штаты и путинскую Россию. И Иран посмотрит, что сейчас его тактика, смотреть, что из этого получится. В частности, вот эта вложенная быста дурачка Путина, мысль о том, что он будет поражать своими кроватами ракетами американских вероносцев, она явно подсказана в заключительной части, наверное, этого трехчасового возлияния за столом господина Си. Иран может каким-то образом вмешаться в этот конфликт? И вмешаться должны, если могут, Соединенные Штаты и Израиль гораздо более решительным. Вот это сейчас суть, мне кажется, что сейчас основная проблема, которая обсуждается в генеральных штабах Израиля и Соединенных Штатов, это удары против Хазбеллы и против Ирана. Ведь предупреждение Байден очень жестко сформулировал несколько раз «don't, don't», причем ни в коем случае не вмешивайтесь. Причем он очень адресно сделал, он сказал, я предупреждаю одну организацию и одно государство, ясно имел в виду Хазбела и Ирана. Да вся комбинация, задуманная врагами Израиля, она была такая многоходовая. Во-первых, давайте ответим на два самых удивительных вопроса относительно 7 октября. Во-первых, почему там не было израильских войск? На этой территории есть территориальные израильские войска, раскротированные как раз на юге, в окрестности газы. Штаб был, и он был уничтожен, кстати. А войска были в Иудее и Самарии. Мы же помним, что это атаки предшествовало активизации террористической деятельности на западном берегу, где господствует Арафат, и туда были переведены как раз оттуда военные части. А следующий шаг, конечно, а следующий вопрос тоже все задают. Почему такая чудовищная степень жестокости, немыслимость? Ну, конечно, ясно, что это все животные террористы. Но вот эта заданность террора, она, конечно, была продумана организаторами, потому что Израиль получил такое унижение, если хотите, оно так именно ощущается израильским общим, что никакого другого ответа от Израиля, кроме как полная прямая наземная, в том числе операция в Газе, физическое уничтожение всех лидеров и вообще до всей десятитысячной группы Роги Хамаза. Это единственное, чем может Израиль ответить. Любая другая реакция просто не будет принята израильским общим. Расчет был, что вот, когда Израиль мгновенно туда втянется в эту сеть катакомб, с севера ударит еще более сильнее. Структура Хазбулла там 50 тысяч, у них тоже развязывается. Поэтому так немедленно была реакция Байдена о том, что появились авианосцы, вот вы этого не сделаете. Но мне кажется, этого недостаточно. Вот я высказал свою точку зрения, я ее еще две недели назад сформулировал в своей статье «Запад может и обязан выиграть 4-ю мировую войну», но я называю ее 4-ю, это вопрос вкуса и стиля. Мой аргумент в том, что да, вот сейчас вот эта угроза Байдена, она остановит, конечно, Хазбулла и Иран от, так называемого, 3-го, 4-го, потому что есть еще Сирия, есть еще сирийские, находящиеся на территории Сирии. Та же Хазбулла и другие проиранские группы, они могут ударить по голландским, с голландским. Есть еще Хуситы на Аравийском полу. Кстати, Америка уже вступила в борьбу конкретную, американские вооруженные силы, они уничтожают ракеты, которые Хуситы направляют оттуда, с границы Йемена и Северной Аравии на территорию Израиля. А и с другой стороны, иранские эти структуры, их прокси атакуют базы американцев на территории, есть базы на территории Сирии и Ирака. То есть Соединенные Штаты втягиваются в эту войну. Так вот, мой аргумент в том, что хорошо, что такое предупреждение Соединенные Штаты сделали, и полномасштабного удара по Израилю не будет. Ну, как бы Израиль получает возможность, не отвлекаясь на другие угрозы, заканчивать свою, проводить свою наземную операцию. Но давайте посмотрим, какие минусы у этой наземной операции. Она, да, ну первое, это уже императив, который не придет никакому обсуждению. Все участвующие в этой чудовищной террористической акции должны быть уничтожены физически. Об этом, кстати, свидетельствует два дня назад Шабак, это военная разведка, организовала специальную структуру. Ну, типа той, которая, помните, после теракта на Мюнхенской Олимпиаде уничтожала все. Теперь будут уничтожаться все причастны к этому. Это тысячи террористов, и я думаю, что в этот список носены и все руководители, организаторы, ну, включая военно-политическое руководство Ирана. Ясно же, что эта операция была организована Ираном. Ну, и есть очень много оснований, полагающих с частичным участием России. То есть это не полежит сомнению. Конечно, они все должны быть уничтожены. Но сейчас, предположим, вот по оценкам экспертов, эта операция зачистки в этой катакомбе будет длиться около трех месяцев. Это первое. Жертвы, потери израильских военнослужащих будут исключительно высоки по меркам израильских войн. Громадный вой будет подниматься, и он уже поднят на Западе и в арабском мире защитить и левыми буржуазными идиотами, и исламскими фашистами о страданиях народа ГАЗа. И это все будет беспрерывно продолжаться. Большинство заложников, к сожалению, тоже, скорее всего, погибнет. И самый главный вопрос, ну, предположим, они уничтожат все эти 20 тысяч негодяев. А там останется 2 миллиона так называемого мирного населения ГАЗ. Что делать с этим мирным населением? Кто возьмет за него ответственность? И при том, что ни ХСБУА, ни иранское руководство, их спонсоры, вдохновители останутся нетронутыми, они немедленно, рано или поздно, а, скорее всего, очень быстро создадут новую террористическую группу. Поэтому я предлагаю более решительные действия. Удар, упреждающий удар совместных союзников Соединенных Штатов и Израиля. Первый удар испепеляющий по ХСБУА. Ну, с помощью ХСБУА, там у них около 50 тысяч, 50 тысяч ракет. Один Израиль так быстро не справится. Но Соединенные Штаты, вместе союзники Соединенных Штатов и Израиль могут уничтожить эту группировку. И она решает очень важную промежуточную задачу. Она лишает Иран такого сдерживания. Слушайте, мы забыли все во всем мире об очень важной проблеме, в суматохе этих событий. Иранское ядерное оружие. Еще недавно Пентагон заявлял, что Иран находится в двух неделях от первой ядерной боеголовки. Две недели прошло. Но Израиль давно разработал план, он готов осуществить его самостоятельной ликвидацией ядерного потенциала. До последнего времени этому препятствовали американцы. Сейчас, сейчас эта задача становится абсолютно актуальной в ходе вот этой третьей или четвертой, как ходить на мировой войне. И операция необходима совместная. Потому что сейчас нужны гораздо более широкие цели для удара по Ирану, чем просто объекты ядерного проекта. Необходимо, как я уже сказал выше, уничтожение всего иранского военно-политического руководства, как военных преступников, организаторов второго. Вот это второй удар после ликвидации Хазберла. Иранцы же не скрывали, что они надеются на эти 50 тысяч ракет Хазберла, чтобы Израиль не решился на этот удар по ликвидации ядерного панциала. Вот эти два удара, они, собственно, уничтожают. Вот, вы знаете, эта концепция, она обсуждается, я знаю, в Израиле. И вот меня очень вдохновило позавчера выступление видного деятеля партии Ликвуд, члена правительства, министра экономики Букрата. Он сказал, что нужно уничтожить голову этой змеи, а голова змеи в Иране. И очень мне нравятся последние шаги, последние шаги министра обороны Остина и его заявления. Америка концентрирует военную мощь в этом регионе. Это не только дверяносные группы. Это и флагман Средиземного морского флота Соединенных Штатов. Это и морские котики. И одним из аргументов, ну, не секрет, что американцы сейчас советуют израильским партнерам, ну, по крайней мере, на несколько дней задержать полномасштабное вторжение. Ну, во-первых, предпринимаются попытки спасти хотя бы часть заложников. А потом Остина открытым текстом просто говорит, что нам нужно, американским военным нужно подготовиться к этой новой ситуации. Ситуации полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Я полагаю, что это неизбежно, потому что вот представим себе такой трехмесячный поход Сахала в эти самые катакомбы. Я вам скажу, я внимательно наблюдаю израильские каналы. Моральное состояние израильского, в общем, сейчас очень тяжелое. Очень тяжелое. И вот просто продолжение крупных потерь, это новая кампания травли Израиля, мировых СМИ, это не будет способствовать никаких положительных эмоций создавать в Израиле. Израиль должен перехватить, нет, не Израиль, союзники должны перехватить политическую, психологическую и военную инициативу. И переходить ее можно двумя обезоруживающими ударами сначала по Хосболе и потом по Ирану. Я убежден, что рано или поздно эта стратегия будет принята. Андрей Андреевич, спасибо вам большое за этот эфир. Было очень интересно. Берегите себя и до скорой встречи. Спасибо. Всего доброго. Андрей Пионковский, Бувзнамы. Субтитры сделал DimaTorzok